Да, теперь я веду запись, и вам всем кажется, что у окошка, в котором надо было, как обычно, нажать «принимаю», «ок», «понятно», и чтобы продолжить. Так, да, значит, мы обсудили какой-то набор примеров, да, вот, значит, теперь если вы посмотрите на окрестность любой точки семейства параметров, не так, если возьмете любую точку в пространстве параметров, возьмете небольшую окрестность, то над ней, вот, объединение слоев, оно уже гомеоморфно произведению слоя на вот эту окрестность пространства параметров. Да, ну, значит, пока это уже не видно. Так, понятно ли то, что было сказано? Да, все понятно. Да, замечательно. Ну, давайте, значит, это все ведет нас к такому определению локально-тримиального расстояния, собственно говоря. Такое локально-тримиальное расстояние – это четверка, состоящая из трех пространств и непрерывного отображения из… Значит, у нас три пространства – F, E и B, которые называются, соответственно, слой, тотальное пространство. И база плюс непрерывное отображение из тотального пространства в базу с таким свойством, что для любой точки базы… Что у любой точки базы есть окрестность, собственно, в этой базе, содержащая X… Такая, что ее прообраз гомеоморфен над этой окрестностью, произведению этой окрестности на слой. Значит, гомеоморфен над этой окрестностью – это значит, что из прообраза U существует гомеоморфизм в UF такой, что вот этот диаграмм коммутативно, где эти диагональные стрелки… Первая – это проекция из тотального пространства в базу, а вторая – это проекция на первый самонушитель. Я что-то прослушал, слэш забыл. База – это многообразие или необязательно? Нет, это топологическое пространство. Но в наших случаях это почти всегда будет многообразие, но, вообще говоря, совершенно необязательно. Так, и… 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 давайте сразу ведем такое понятие. В принципе, я думаю, что каждый, если захочет, может его придумать легко. Значит, что если у вас есть два расслоения над одной и той же базой… Е и Е' – они называются изоморфными. Если существует гомеоморфизм… Из Е в Е' – над базой. Что-то это гомеоморфизм над базой. То есть… Сейчас, секунду… То биш – это значит, что… давайте назовем это гомеоморфизм фи. Значит, что… П есть композиция… П штрих и фи. Да, я… Тут как-то… Уже не влезает. Сейчас давайте по порядку. Во-первых, вот это то, что мы определяли. Во-вторых, тут не хватает набора слов, которые я сказал. Значит, вот это… Три большие буквы здесь – это топологические пространства. П – это непрерывное отображение. Так, ну уж я прошу прощения за такое месиво, которое там получилось. Давайте теперь мы уйдем от такого абстрактного понимания расслоения к чуть более конструктивному и такому ручному, что ли, методу. Собственно, он нам в любом случае на второй лекции уже пригодится. Давайте… Пусть зафиксируем расслоение над базой с каким-то слоем f… локальное тривиальное расслоение. Тогда определение пророчит нам, что существует такое покрытие базы, что над этими элементами покрытия расслоение тривиальное. Тогда у нас… Давайте этот гомеоморфизм назовем φα. Тогда, если у вас есть два пересекающихся элемента покрытия, у вас возникает такое сквозное отображение из пересечения, то бишь у вас возникает отображение из у α пересечества это на f в себя же, то есть такой автогомеоморфизм, который есть композиция… Давайте назовем его φαβ. И это есть композиция φβ в минус 1, φα, которая… Значит, это ограничение этой композиции на область определения, то бишь на пересечении у α и у β. Что про этот гомеоморфизм можно сказать? Можно сказать, что если вы… Можно сказать три вещи, на самом деле. Первое, что если вы пересекаете у α с собой, то то, что получается, это тождественное отображение у α на f. Второе, что если вы меняете индексы местами, то вы получите обратное отображение. Именно у α есть… Сейчас, прошу прощения. φαβ есть φβαα в минус 1. И, наконец, почти самое важное – это то, что если у вас есть… Сейчас давайте рисуем… Так, теперь у вас есть слой как элемент… Это у α, это у β. Это вот тривиализация как элемент у α, это тривиализация как элемент у β. φαβ – это вот такой морфизм таких двух тривиализаций. И, наконец, третье свойство такое, что если вы попали в ситуацию, когда у вас три товарища переклеиваются, то если вы взяли тривиализацию γ и прошли вот так, то вы получите очередным образом… должны получить очередным образом тождественное отображение. Что тут написано? Что это значит в таком алгебраически-симбольном виде? Это значит, что φαβ в композиции с φβγ в композиции с φγ α есть тождественное отображение на тройном пересечении крестик F. Так, понятно ли то, что было сказано? Да, всё понятно. Так, замечательно. Да, ну теперь, собственно, вот этот подход полезен тем, что он на самом деле в некотором смысле обратим. Давайте представим теперь, что у нас нет никакого расслоения, но есть покрытие базы и гомеоморфизмы φαβ из произведения пересечения на слой который удовлетворяет этим трем свойствам, тогда вы можете соорудить такое пространство. А теперь обратный ход. вам даны φαβ. что-то назовем звездочкой, удовлетворяющей звездочке. Тогда вы можете соорудить такое пространство, давайте назовем Е', которое есть такое дизъюнктное объединение произведений таких у α на f по модулю отношения эквивалентности, которое выглядит так. Тут написано просто, что вы берете такое объединение произведений и склеиваете его впоследствием ваших гомеоморфизм. Ну и у вас, значит, для желающих есть, собственно, задача 1.1. Так, у меня заканчиваются цвета. Задача 1.1. Которая гласит, что если вы стартовали такие всеросслоения Е, то Е' изоморфная... А, да, что я не сказал, потому что забыл, что вот на этом пространстве из пространства Е' есть очевидным образом проекция на B. Как она устроена? Ну, можно взять просто X, точку из вот такого произведения, отобразить просто в B посредством проекции на первый сам множитель и вложения у α в B. Причем это... Ну, значит, у вас это отображение определено на дизиумском объединении, вот, но можно проверить, что оно корректно спускается на класс эквивалентности, поэтому вы можете глобально определить такую проекцию. и задача заключается в том, что вот Е' в дата отображения, оно есть локально-тривиальное расслоение. Значит, F, E', B', B', это локально-тривиальное расслоение изоморфной Е. Это вот лок사ная задача или это первая задача из листка, который там вылезнет? Что-что-что? Это первая задача из выложенного на сайте листка или какая-то внутривиальная задача? Это, ну, учитывая её нумерацию, это задача из выложенного на сайте листка. Сейчас на всякий случай отмечу, что на сайте сейчас лежит два листка с номером 0, который есть в тест, и с номером 1, который есть в листок. Вот эта задача 1.1 из по-настоящему действующего листка. Так. Хорошо. Понятно ли пока что все, что происходило? Возможно, вам пока не очень понятно, что происходит, потому что пока не случилось ни одного примера. Но, да, кстати, источник на сайте придется обновить. Давайте мы, может, обсудим примеры в самом деле. Но тут, к сожалению, сильно оригинальным быть не получается. Начинать надо, как всегда, с кивиального расслоения. А именно, просто если возьмете в качестве E проекцию на базу, если возьмете два топологических пространства, R, B и F, чтобы соответствовать обозначениям, и возьмете проекцию на первый сомножитель, получится у вас очевидным образом расслоение. Потому что, например, для каждой точки вы можете взять все B в качестве требуемой окрестностей. Да, это будет локально-тривиальное расслоение, которое называется тривиальным расслоением. Так, это пример номер один. Пример номер два. Как не мудрено, это лист Миробиуса. Пусть E – это лист Миробиуса. Да, ну, к счастью, никто не спрашивает, о чем отличие лист Миробиуса от Лентой. Как мы будем себе это представлять? Мы будем себе это мнить, как единичный квадрат. Такой с отождествлениями, как на рисуночке. А именно, что тут написано? Тут написано, что это единичный квадрат, у которого отождественные точки 0, Y и 1, 1 минус 1. Правильно? Ну, похоже на правду. Хорошо, значит, я утверждаю, что это пространство можно расслоить над единичной окружностью. А именно, можно устроить такое отображение из этого пространства в окружность, которую мы себе мним сейчас как отрезок 0, 1, у которого склеены точки 0 и 1. Я надеюсь, что все понимают, что фактор пространства в отрезке по концам есть окружность. Если нет, пожалуйста, скажите, мы это обсудим. Это отображение устроено следующим образом. Оно берет класс точки X, Y и переводит ее в класс точки X. Понятно ли, что тут написано? Ну, хорошо. Давайте его как-нибудь реализуем. Есть ли у кого-то какие-то предложения? Давайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, я никогда не поверю, что вы не в состоянии этого проделать. Ну, покрытие для меня было окружностями. Ну, хорошо. Можно конкретные подмножества у Альфа зарядить. Что мне нужно? Мне нужно, по сути, мне нужно два подмножества окружности. Ну, давайте я назову их 0 и у 1, 2. Ну, пусть будет от 0 до 0, 6 и от 0, 5 до 1. Ну, понятно, классно. Сейчас, чего-чего? От 0, от X такие, что X. Сейчас, больше либо больше, либо равно. Ну, нам открытые надо, поэтому, видимо, 0 надо не включать. От 0 до 0, 6, а дальше от 0, 6 до 0, 1. 0, 6. А сейчас тогда 0, 6 не попало пока что в... Нет, тут до 0, 5. Нет, тут до 0, 6, да, а там от 0, 5. Вторая. Хорошо. А зачем такие... Можно вот... А если прикрывать сложные? Можно вот от 0 до 1 взять. Ну, можно и так. А второе, можно взять X, который... Это X такие, что X не равно 1, 2. Значит, это такие два подмножества, которые покрывают... Давайте их как-нибудь, может быть, нарисуем даже. Ну, вот белое – это вот такой отрезок, интервал, то бишь U0. Красное – это интервал, который не выбрал в себя одну вторую. Так, ну, хорошо. Значит, эксперты по функциональному анализу нам говорят, что над этими пространствами наше расслоение будет... Наше отображение будет тривиализовываться. Давайте построим отображение. Значит, нам нужно построить отображение из прообраза U0 в U0 на отрезок. Ну, чего мы хотим сделать? Прообраз U0 – это точки этого квадрата, который не есть его боковые ребра. Такие X, Y. Ну, куда надо... Надо отобразить в самом деле в пару X, Y. Замечательно. Теперь я хочу отображение из U0 от 1, 2. Сейчас, прошу прощения. Давайте уже следовать цветовой политике избранной. Наверное, красный не очень хорошо видно. Тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. Так, ну, хорошо. Второе отображение как устроено. При X больше на второй такое же, при меньше, что, наверное, на минус Y надо взять. Что-то укупало. Ну, хорошо. Значит, вы предлагаете такое. Значит, если это отображение устроено XY, если X больше одной второй, но меньше нуля, но меньше либо равен единицы, то что же такое. И чего? X? Я же не уверен. Ну, минус Y какой-нибудь нам как-то перевернуть. Минус Y плохо, потому что отрицательные числа вообще у нас не... Ну, один минус Y. Один минус Y больше подходит. Так, это, значит, происходит при X больше либо равном нуля, меньшем единице. Ну, давайте проверим просто. Ну, во-первых, действительно, первое, что нужно проверить, такой тест, так сказать, на дурака, что это отображение вообще корректно определено. Ну, оно вроде как корректно определено, потому что на границе у нас это отображение, оно как раз подклеивается. То есть у нас отразделение происходит XY там, где X равен единичке, отразделяется с X один минус Y там, где X равен нулю. Поэтому это наше отображение вполне себе хорошее отображение на факторе, и оно действительно задает гомеоморфизм. Замечательно. Да, это вот наша такая тривиализация. И тем самым, значит, лист Мебиуса действительно расслаивается со слоем отрезок над окружностью. Теперь, значит, задача, которая почему-то не попала к вам в листочек, но попадет, я думаю, в течение сегодня-завтра. Пока под вопросом, какой у нее номер. Такая, что, значит, это расслоение не отривиальное. Ну, я думаю, что вы все что-то подобное слышали. Так, хорошо. Давайте еще один пример. Тоже, в принципе, я думаю, большинство из вас знакомы. Давайте в кавычках расслоение хобби. Так, ну что мы над чем будем расслаивать? Мы будем расслаивать тотальное пространство, которое есть сфера мерная, над проективным пространством размерности M. Давайте я напомню, что вот это образование, это есть либо, вы можете по-разному его определять, это либо сфера, у которой отрисованы диаметрально противоположные точки, то бишь фактор пространства сферы по действию z по 2z умножением на минус 1. Либо, что то же самое, что множество прямых в Rn плюс 1, проходящих через 0. Ну вот, значит, на этом образовании есть однородные координаты, то бишь точка здесь – это такой набор чисел с точностью и пропорциональности, которые все одновременно не равны нулю, которые, собственно, этот набор чисел, он вам задает с точностью и пропорциональности. Этот набор чисел задает прямую, в которой лежит соответствующий направляющий вектор. То есть вы направляющий вектор прямой можете выбрать с точностью и пропорциональности, а любой из таких векторов, он задается вот таким набором чисел. Замечательно. Давайте определим отображение P из сферы в Rpn. Просто, ну вот, как тут написано, так и определим. Мы возьмем просто точку x0, xn и отправим ее в класс соответствующего вектора. Да, ну вот, давайте сразу заметим, что, так как прямая подесекает сферу в двух точках, то это отображение, у которого прообраз точки, то бишь слой, есть просто множество из двух элементов. С дискретной топологией, как это несложно понять. Ну и давайте, значит, я утверждаю, что это отображение есть локально-тривиальное расслоение, даже более того, это накрытие. Вот, тем не менее, я хочу это образование тривиализовать. Ну давайте это сделаем. Давайте я напомню, что у проективного пространства есть такие, после выбора координат, более-менее канонические карты, которыми покрывается РПН, которые, собственно, еще и в довесок помогают определить на нем структуру гладкого многообразия. А именно это такие подможества в РПН, у которых и та координата не равна нулю. Ну, значит, почему это осмысленно? Потому что неравенство нулю, оно инвариантно относительно умножения на скаляр. Поэтому это образование вообще задает действительно какое-то подмножество в РПН, причем открытое, как это несложно понять. Вот, значит, давайте поймем, как устроен прообраз этого подмножества. Сейчас, секунду. Как устроен прообраз этого подмножества при нашем отображении РПН? Какие гипотезы? Это координат, что точек на сфере. Какое? Это сфера без экватора. Почему? Ну, получается, сфера без экватора. Ну, это зависит от того, что вы называете экватором. Ну, точки, у которых ит координата не равна нулю. Да, то бишь это просто одна же точка сферы, у которых икс ит не равно нулю. В принципе, не сильно много что поменялось. Замечательно. Ну, давай, теперь я из этого множества хочу соорудить отображение в уитое на z под 2z. Как бы это сделать правильно? Какие будут предложения? Ну, давайте я вам, так сказать, я сыграю в вашем клубе. Я могу определить на первой координате. Что в целом? Мне бог весть, какая информация. Хорошо, осталась вторая координата, самая важная. Ну, тут знак икситова. Хорошо. Класс. Действительно, это знак икситова. Ну и в самом деле, это непрерывное отображение по каким-нибудь глупым причинам. И это гомеоморфизм тоже по каким-нибудь глупым причинам. Так, теперь. Ну да, это, собственно, сдает нам некоторую тривиализацию нашего отображения. Давайте еще одна задача, которая снова почему-то не попала в листочек. Это будет исправлено. Убросик. Штрих. Ну, в этом случае и в случае следующего примера полезно научиться выписывать наше склеивающее отображение фи и тэж. Замечательно. Так, теперь есть еще задача, которая... Давайте мы ее начнем. Еще один пример. Уже настоящее расстояние Хопфа. А именно это отображение из S2n плюс 1 в Cpn. Но это там некоторое локально-тривиальное расслоение со слоем окружность. Вот я вам подсказал ответ в одном из пунктов. Да, ну, собственно, у вас есть задача. Там оно прямо определено. Эта задача на данный момент за номером 1 и 2. Ну, возможно, у нее, видимо, номер переедет. Значит, задача в том, что это локально-тривиальное расслоение. Да, я пока... Надо сказать, что я не определил это отображение, но оно определяется точно так же. Оно берет точку, значит, вы нечетно-мертную сферу, надо ее рассмотреть как единичную сферу в каком-нибудь соответствующем комплексном пространстве. Вот. И отображать точку на сфере в прямую, которую эта точка задает. Это локально-тривиальное расстояние. Локально-тривиальное расстояние. Вот. И еще один пример, так сказать, в догонку. такой, который нам, к счастью, понадобится. Давайте рассмотрим такое множество. V, M, N. Это будут орто-нормальные. Продвижение. Орто-нормальные. V, M, R, N. На этом множестве можно завести топологию. И более того, это есть гладкое мегаобразие. которое на самом деле есть S, O, N, фактор по S, O. Я думаю, N минус N. Да. Значит, и это образование, его можно очевидным образом сюрективно отобразить в N минус 1 мерную сферу. А именно, ну вот, что такое репер? Это набор из, это упорядоченный набор из M попарно-ортогональных векторов длины 1. Вот наше отображение, оно такому набору будет сопоставлять просто первый вектор. Ну, как вы, я думаю, знаете из линейной алгебры, любой вектор можно дополнить до какого угодно репера. Его можно дополнить до базиса. В частности, вы можете откинуть какой-то набор векторов базиса, артнормировать то, что осталось. У вас получится репер, поэтому это отображение сюрективно. И еще несложно убедить себя в том, что прообраз точки в этом случае для любой точки это будет артнормированный M минус 1 репер в R N минус 1. Ну, давайте так, понятно ли то, что прообраз точки такой, как я сказал? Да, понятно. Вполне очевидно, что это непрерывное отображение. Ну, это зависит от того, как вы хотите его определить. Ну, если воспользоваться тем, что V M N это S O N фактор по S O N минус M, то то, что это отображение непрерывное очевидно, потому что это отображение просто дофакторизация по действию S O M минус 1. Не так. Это дофакторизация по... Сейчас. Видимо, по оставшице по S O N. Сейчас, да. Там есть вот в этом образовании есть в качестве... Ну, вот это образование, оно уже не является группой, но на нем корректно определено действие S O N. И в частности, на нем корректно определено действие подгруппы S O N минус 1. Вот. Что, что, что? Сейчас. А есть ли трансляция экрана? Видно ли, что я пишу? Да, все видно. Нет, не видно. Вот теперь она исчезла. Ну, хоть что пропало. Да-да-да, но я там еще кое-что написал, а у меня просто отвалился планшет. Сейчас, я прошу прощения, секунду. Спасибо. 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 Так, раз, два, три, четыре, пять. У меня должно быть слово слышно и должно быть видно то, что я написал. Такое есть. Замечательно. Значит, отвечаю на вопрос Владислава. Ну, вот если теперь определить это отображение как фактор по действию S O N минус 1, то уже очевидно, что это отображение непрерывное, потому что проекция на фактор пространства не прерывное. Так, я ответил на вопрос, или остались какие-то вопросы? Что касается происходящего. Замечательно. Вот. Мы этим расстоянием воспользуемся, хоть и я не буду сейчас, и возможно даже потом, доказывать его локальную тривиальность. К сожалению, прямое доказательство достаточно громоздкое, а концептуальное доказательство оно не из этой науки, а из науки про группы ЛИ. Но давайте мы поверим в то, что это такое локальное тривиальное расстояние. Какие-то задачки у вас про многообразие штифеля. Да, я не написал, но вот это гладкое многообразие, которое называется многообразием штифеля. Замечательно. И давайте мы... Давайте я такое небольшое отсыпление в сторону сделаю. Я надеюсь, что все представляют, что такое гомология. И давайте я напомню, что когда вы изучаете гомологию, там есть такой важный набор топологических пар, которые называются корслоения. Или пары, которые удовлетворяют свойства продолжения гомотод. Есть ли кто-то, кто не помнит, что это такое? Хорошо, значит, пойдем дальше. Если я помню суть, но чтобы воспроизвести, потребуется посидеть минут 10. Это нормально. Это не принципиально, да-да-да. Это просто значит, если у вас на подпространстве задано какое-то отображение, на подпространстве задана гомотопия, то существует гомотопия на всем пространстве, которое продолжает данные. Значит, да, и в частности для таких... На чем гомотопия нужна, да? Ну, на всем пространстве есть отображение, а на подпространстве... Да-да-да-да, все вспомнил. Ну, картинка выглядит так, что если у вас есть отображение, у вас есть х, есть а, есть отображение из вот такого пространства, то куда-то, в у, давайте возьмем его f, тогда, значит, существует f с волной, которое отображение из цилиндра над всем х, такое, что композиция вот этого вложения вот этого пространства сверху в цилиндр над х, сом и f с волной есть в точности f. Вот это свойство продолжения гомотопии. Хорошо. И для таких пар у вас есть длинная точная последовательность в гомолоках или в когмолоках. Да, то есть, если у вас х, а пара как выше, это называется измельчание. Да, это называется... И такая пара называется пара и борсука. А длинная точная же вроде всегда есть, просто она не очень полезна в смысле, что гомологии пары, это непонятно, что геометрически, если это не пара борсука. Это правда, поэтому я сейчас буду писать чуть-чуть по-другому точную последовательность, чтобы воспользоваться тем, что это пара борсука. Ну, а именно есть тогда такая точная последовательность hn от а отображается в hn от x отображается в hn от x. Давайте, чтобы воспользоваться тем, что это пара борсука, тут надо написать по а и везде поставить волнушки. hn от отображение дельта. Вот. Но давайте сразу еще такое подмечало мы сделаем, что если мы рассмотрим расслоение Хопфа, которое комплексно у нас было, то вообще говоря, длинная точная последовательность для этого отображения, для этой тройки у нас нету последовательности в гомоломках. То есть последовательность да, давайте назовем так, значит, нету последовательности H от S1 H от S2N плюс 1 Ну, на самом деле можно сказать, что просто вот такая тройка неточна для начала. наверное, на этом не остановимся. Hn с полу от CPN неточна. Да, то бишь это значит, что наше отображение оно вообще говоря очень плохо взаимодействует с гомологиями. на самом деле для когмологии верно то же самое. Вот. При этом давайте я такую сформулирую теорему, которая в некотором смысле удвойственно свойствует продолжения гомотопии. Называется свойство понятия гомотопии. ну а именно пусть у нас есть локальное тривиальное расслоение. тогда да, и z клеточное пространство вот, и предположим, что нам задана такая коммунитативная диаграмма. z на 0. Да, но у нас есть цилиндр над z, то бишь произведение z на отрезок. Там есть в качестве подмножества его нижнее основание. Значит, нам из нижнего основания задано отображение в e, а из всего цилиндра задано отображение в b. У нас есть проекция. Давайте это назовем h0, это назовем h, и теорема заключается в том, что дана теограмма. Да, теорема заключается в том, что тогда существует h с волной, которая поднимает нижнее отображение h, то есть отображение z на i в e такое, что диаграмма коммутативна, но именно h с волной в композиции с p равно h и композиция включения включения и h с волной есть h0. Да, давайте отмечу, что вообще говоря, это отображение продолжения лидийских. Ну, тут можно, в общем, я думаю, каждый в состоянии придумать какой-нибудь подходящий пример. Ну, например, это неверно даже для тривиального расслоения, то есть если возьмете просто в качестве e квадрат, в качестве b одну из двосторон, в качестве z какой-нибудь путь в базе, то он там единственным образом поднимается в тотальное пространство. Значит, доказывать я это не буду, но можно, давайте я сформулирую план, как это можно было бы делать, если вы это захотели сделать или если вы вдруг захотите делать это самостоятельно. План такой, в принципе, два шага. Первый шаг, ну, ну, как обычно, когда вы доказываете что-то про клеточное пространство, надо более-менее делать индукцию по клеткам, то есть надо свестись более-менее к клетке, и потом доказывать для клетки. собственно, вот два шага. Первый это можно неким образом свести утверждение к случаю продолжения на клетку. вот, а потом можно доказать для клетки. Но там, значит, как обычно, когда есть такое чудо-юдо отображение, которое, если у вас есть, ну, понятно, давайте мы будем считать, что клетка это у нас не диск, а куб, тогда у вас, если у вас есть треничный куб, у вас есть такое отображение из точки над этим кубом на его грани, отличные от верхней, такая сериографическая проекция. можно считать, что у вас задана, что у вас ваша гематопия, она задана на границе, вы хотите ее продолжить на весь диск, тогда вы можете вот посредством этого отображения сретроагировать, как бы, у вас задана гематопия на границе куба, почти на всей, и вы хотите продолжить ее на весь куб, тогда вы можете сретроагировать весь ваш куб на вот эту часть границы, взять там позицию с вашим отображением, у вас получится некоторое продолжение вашей гематопии, вашего отображения на весь диск. Это такой план, ну да, и это в некотором смысле эта штука двойственна к свойству продолжения гематопии, вот, да, но это все было к тому, что, во-первых, вот есть такая двойственность, это раз, и второе, значит, есть некоторый другой алгебраический вариант пространства, который генерит по расслоению точную последовательность, вот, сейчас у нас семь часов, я предлагаю сделать, сейчас как раз очень хорошее место, чтобы сделать перерыв, я бы сделал перерыв 10 минут и продолжил бы еще какое-то время вещать, так как у нас сегодня не намечалось семинара, я бы еще, быть может, повещал час, рассказал бы что-то про гигантопические группы, начал бы что-то про векторные расслоения, и вот, да, но, в общем, да, давайте мы в самом деле сейчас сделаем перерыв 10 минут, до 19.10, по моим часам сейчас ровно 19.00. Конференцию не будете отключать, да? Нет, конференцию я отключать не буду, я, быть может, поставлю запись на паузу, собственно, я сделаю это прямо сейчас. Включатель. Давайте мы теперь отойдем чуть в сторону и обсудим гигантопические группы. Я в целом не предполагал, что вы будете знать, что-то такое, поэтому давайте напомню или расскажу определение. Что нам дано? На вход нам дана топологическая пара с отмеченной точкой, то бишь это сейчас, что это значит? Это значит, что у нас есть топологическое пространство x, в нем подпространство а и в этом подпространстве лежит точка x0. Так, давайте теперь определим такое образование pn от x, а от x0. Это называется это nt относительная относительная мутопическая группа. Значит, что это такое? Это так, сейчас, чтобы всякие логики не притрались, давайте мы рассмотрим семейство отображений таких троек. Тут написан n-мерный диск, его граничная сфера и точка на сфере и отображаемся мы в x, а, x0. Что это значит? Это значит, что у нас это такие отображения из диска в x, которые границу его отображают в a, а выделенную точку отображают выделенную точку. По модулю следующего отношения эквивалентности, собственно, отношение эквивалентности это просто гомотопность отображений таких троек, то есть что это значит? Это значит, что два отображения эквивалентны, у нас есть два таких отображения, они эквивалентны, если существует такое отображение f вот таких троек, и отображение f большое отсюда в нашу исходную тройку, такое, что f ограничить на d крестик 0 равно f 0 и f ограничить на d n крестик 1 равно f 1. Да, это значит такое определение, но так как мы берем класс эквивалентности, то что получается это уже по-настоящему множеству, что про это множество можно сказать, можно сказать такое, что если n больше либо равно 2 или если n больше либо равно 1 и a это отмеченная точка, то это образование группа, а если n больше либо равно 3, либо если n больше либо равно 2 и а отмеченная точка, то это Абелева. что тут еще можно сказать, можно проапеллировать к вашим подаемным знаниям того, что такое фундаментальная группа, то бишь если n равно единичке а x а это отмеченная точка, то это образование есть не что иное, как фундаментальная группа. 1 x 0 это фундаментальная группа. Ну, вы все знаете, что это на самом деле группа. Вы не подскажете, у нас при гомотопии у нас образы эссентах не должны ли ва лежать, а образы точки в точке? Должны, и тут это написано. Ну, то есть отображение троек, это значит, что не отображается в соответствующий слот. То есть вот это образование отображается в а, вот это образование отображается в x0, ну, а вот это отображается в x. Давайте мы это как-нибудь даже подчеркаем. То есть сейчас какие-то цвета весьма кислотные. вообще не так станет только хуже. то есть вот это все отображается в а, а вот это все отображается в x0. Да, иначе получится что-то очень плохое. Давайте я отмечу, что вот элемент тут, если у вас а не есть точка, то отображение, то вот этот элемент, он тривиален, то есть представляет тривиальный элемент группы. Если его можно программодопировать в отображение, которое диск отображает в а. То есть это не должно быть отображение обязательно в точку, оно должно просто диск загонять в а. это важно. Иначе ничего не получится. Значит, ну вот эти утверждения про то, что это группа и то, что это Абелева группа, мы оставим пока что за бортом. Ну, точнее предлагается в этом убедиться. Вот. То есть тут надо сейчас давайте скажем так, как можно было бы это во-первых, я не определил никакой операции, что, конечно, нехорошо. Поэтому давайте я, может, операцию определю и мы все остальное оставим за бортом. Ну, давайте наметим такое, что эти отображения троек это то же самое, что отображение соответствующих кубов. если у вас есть два таких отображения F и G, то вы можете соорудить такое отображение в X X 0. Ну, давайте, как это происходило в случае с петлями, да, вы просто брали такую петлю и по первой половинке, значит, первую половину времени с двойной скоростью проходили первую петельку, а вторую половину времени с двойной скоростью проходили вторую петельку. Тут надо нарисовать то же самое, то есть надо нарисовать такой единичный куб и поделить его, например, по первой координате его поделить на две части и проходить с удвоенной скоростью по первой координате сначала F, потом с удвоенной скоростью по первой координате проходить G. У вас получится такое отображение, которое мы назовем F плюс G. А правда, что для хороших пар, скорее всего, для которых продолжение гомотопии какой-нибудь есть, вот это вот образование будет просто фактор... Точнее, это будет просто обычной гомотопической группой от X со стеном A. Нет, это неправда. Сейчас мы обсудим даже... Сейчас давайте скажем так. Нет, ответ нет, это неправда. И там в течение пары минут я объясню, почему это так. Окей? Будем считать, что это окей. Хорошо. Да, значит, как я и обещал, вот это... Причем так как у нас тут все определено с точностью до гомотопии, я не сказал, что такое. Да, значит, вот гомотопия называется такое отображение из цилиндра, которое... Гомотопия между двумя отображениями называется такое отображение из цилиндра, которое ограничивается на ваше отображение на своих основаниях. Теперь, так как тут все определено с точностью до гомотопии, то то, что получается, это называемый гомотопический вариант вашего пространства. То бишь, если у вас есть два пространства, которые гомотопически эквивалентны, то бишь, у них существует пара взаимно обратных отображений, которые взаимно обратны с точностью до гомотопии. То вот эти инварианты, то бишь, гомотопические группы будут у этих пространств совпадать. И это по многим причинам хорошо, но также это верно, например, для гомологии. Теперь, если у вас есть опологическая пара, как выше, то вы можете соорудить точную последовательность. Ну, а именно существует... Да, и это, кажется, одна из ваших задач, то бишь, задач 1.4. Да, и эта штука, конечно же, функториальна. То есть, если у вас пара x, а отображается в пару y, b, то гомотопические группы тоже отображаются, потому что вы можете взять просто композицию. То есть, существует точная последовательность, которая выглядит следующим образом. Мы берем гомотопическую группу A по модулю x0, берем эту гомотопическую группу x по модулю x0. Ну да, по модулю... В общем, берем гомотопическую группу A с отмеченной точкой x0, берем гомотопическую группу x с отмеченной точкой x0. и берем относительную гомотопическую группу пары. И тут есть связывающий гомоморфизм, который в этом случае очень просто определяется, понижающий градуировку в гомотопическую группу А. Так, ну хорошо, значит, тут почти все отображения очевидным образом определяются. Вот эта стрелочка, индуцированная вложением А в X. Вот эта стрелочка, вот эта Q, она тоже понятная, потому что вы можете, то есть Pn от X, X0, это то же самое на самом деле, что Pn от X, X0, X0. То есть это отображение диска, который сферу отображает в отмеченную точку и точку отображает в отмеченную точку. В частности, так как отмеченная точка лежит в А, вы можете рассматривать это как отображение, которое просто отображает сферу в А. То есть это вполне себе естественное отображение. А связывающий гомоморфизм – это тоже штука простая, потому что вот здесь у вас написано отображение тройки, которое Sn-1 отображает в А. Но отображение диска, который его границу отображает в отмеченную точку, это то же самое, что отображение из соответствующей сферы в А, которая просто отмеченную точку отображает в отмеченную точку. Поэтому вот этот гоморфизм дельта определяется так. Если у вас есть отображение из Dn, Sn-1, X в тройку X, A, X0, давайте назовем это F, но мы берем представителя соответствующего гомономического класса. Тогда вы можете в качестве элемента Pn-1 от А, X взять ограничение F на Sn-1, и это будет отображение из Sn-1 в А, и взять его в гомотопический класс. И это есть по определению дельта от класса F. Ну тут надо проверять, что все корректно определено, но это более-менее очевидно. В чем утверждение, как уже было сказано, это в последовательности точна, и это там некоторое не очень сложное упражнение, которое есть в стаче 1.4. А что чуть более важно в свете нашего обсуждения, это такое применение этой последовательности к случаю локально-тривиального расслоения. Давайте рассмотрим случай локально-тривиального расслоения. То есть у вас есть F, отображается в E, отображается в базу P, локально-тривиальное расслоение. Тогда у вас есть отображение из P, N, от E, запятая F. 0, наверное, не очень хорошо, давайте назовем это E, 0. Да, это отмеченная точка, она живет в соответствующем слое. Да, то есть у вас есть вложение слоя в E для любого слоя. Вы берете отмеченную точку, которая находится над отмеченной точкой базы, и у вас тогда есть отображение P с звездочкой в энто- и гомотопические группы базы. Вот, и утверждение P с звездочкой изоморфизм. Давайте, прежде чем доказывать это утверждение, заметим, что если P с звездочкой изоморфизм, то мы получаем то, вот в это место можно подставить гомотопические группы базы для точной последовательности EF и получить длинную точку последовательности гомотопических групп для расслоя. То есть у вас есть PN от F, отображается в PN от E. Сейчас, прошу прощения. E0 отображается в PN от E. E0. Это отображается PN от базы. И здесь есть связывающий гомотопизм PN минус 1, PN от E0. Это точная последовательность. Так, это понятно или непонятно? Понятно. Это понятно. Замечательно. Хорошо. Давайте попробуем доказать утверждение. Мы докажем его мономорфность. А эпиморфность – это задачка не очень сложная из вашего листочка. Давайте, как можно было бы доказывать мономорфность? По большому счету, у нас есть связанный с расслоениями пока что единственный инструмент, а именно свойство продолжения поднятия гомотопии. Но давайте предположим, что у вас было отображение DN. То есть у вас есть такое отображение троек. Но на самом деле сейчас можно на секундочку запутать обозначение, чтобы упростить доказательства. Давайте, у нас есть отображение DN в E, которое соответствующую сферу переводит в слой. У нас есть проекция в базу. И мы предположили, что класс вот этого элемента F в относительно гомотопических группах E при проекции равен нулю. Что это значит? Это значит, что существует гомотопия внутри базы, которая загоняет весь диск в отмеченную точку. Но вот этот диск DN – это есть на самом деле просто его основание. Здесь происходит вложение. И утверждение поднятия гомотопии нам говорит, что существует стрелка отсюда сюда, которая коммутирует со всеми стрелками в этой диаграмме. Ну, что это значит? Это значит, так как весь диск при вот этой горизонтальной стрелке в единице отображается в отмеченную точку, это значит, что вот при этом поднятии весь диск на верхнем основании отображается в F. То есть так как H ограничить на DN крестик 1, есть отображение в точку, давайте назовем его бета-0 одноименно. Лучше делать вот так, чтобы не писать неправильных формул. Давайте напишем просто H. Вот в этом подмножестве есть бета-0. Но это значит, что H с волной, которая существует по теореме поднятия гомотопии, от DN на 1 лежит в слое. Но это и значит, что, это по определению значит, что соответствующий сфероид F0 был тривиальным подносительно гомотопических групп. Так, это рассуждение понятно? Да. Это рассуждение понятно. Замечательно. Так, ну да, если кому-то непонятно, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. В целом, все, что происходит, происходит, так сказать, для вас. Ну, давайте, может быть, мы поупражняемся в каких-нибудь не очень сложных вычислениях гомотопических групп. Ну, давайте первое упражнение, которое мы проделаем. Пример, который, я думаю, людям должен быть знаком. Заключается в том, что гомотопические группы сферы равны нулю, если их номер меньше, чем размерность сферы. Ну, это утверждение, скорее всего, вам знакомо под названием теорема отличной аппроксимации. В чем заключается утверждение? В том, что если у вас есть отображение двух клеточных пространств, то его можно прогомотопировать. А, F комотопно клеточному отображению. Значит, это, значит, клеточное отображение назовем G из X в Y. Клеточное значит, что G от N-того остого есть подмножество N-того остого и пик. И более того, если F клеточно под комплексе, то гомотопия, можно выбрать гомотопию неподвижную на A. Постоянно. В частности, из этой теоремы следует, что, если вы берете… Так как на N-мерной сфере есть клеточная структура без клеток размерности меньшей, чем N, то бишь с отмеченной точкой. На N-мерной сфере есть клеточная структура, у которой N-1 остов есть одна точка. Поэтому, если вы берете отображение сферы размерности меньшей, чем N, то оно гомотопное отображение, которое всю сферу, то бишь катый остов сферы, комерный, загоняет в катый остов N-мерной сферы, которая есть отмеченной точкой. Поэтому эта группа тривяльна. Это такой важный пример. Давайте теперь, например, воспользуемся им и попробуем доказать такое утверждение. Тверждение такое, что если мы рассмотрим гомотопические группы V, M, N, то они равны нулю при k меньших, чем N-1. Давайте я напомню, значит, у нас в целом инструментов для подсчета гомотопических групп не так много. Именно у нас есть просто длинная точная последовательность расслоения. Давайте попробуем применить нашу длинную точную последовательность расслоения к уже упомянутому выше на расслоение над S N-1 со слоем V N-1, M-1, N-1. Ну, давайте, может, действительно, тут надо какую-то индукцию проводить. Давайте, может быть, мы попробуем провести какую-нибудь индукцию, по чему разумно проводить индукцию. Можно написать последовательность и посмотреть. Ну, сейчас, но нам нужна все-таки база для начала. Нет, а что, сейчас, предлагается написать последовательность гомотопических групп для того, что тут написано, правильно? Давайте я ее напишу. У нас есть пи, к, вот V, N-1, N-1. Да, но тут, так как тут сейчас все будет более-менее нулем, отмеченная точка нам, вообще говоря, не очень важна в этой ситуации, поэтому я ее писать не буду. В, N-1, 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 N-1. Ну, получается, что для K меньше, чем N-1. Вот эти вот гомотопические группы сфер будут нулями, и, значит, будут изоморфизмы между штифелем и штифелем на единицу меньше. Если K меньше, чем N-1, сейчас, если K меньше, чем N-1, то вот это 0. Ну, вот, вообще говоря, тут могло бы быть, сейчас, например, если K… Ну, да-да-да, там N-1. Пусть K меньше, чем N-2. Тогда вот здесь 0, при… Секунду. Если вот такое выполнено, то у нас вот здесь 0. И вот здесь 0. Что это значит? Это значит, что P, K, вот, V, N-1, N-1, и заморф на P, K, V, N, заморф на P, K, V, N-1, N-1. Так, ну, хорошо. Давайте, что это значит? Это значит, что если мы продолжим, то мы дойдем в какой-то момент до P, K, вот, V, 1, сейчас, N-M, сейчас, прощение, N-M плюс 1. Правильно? Так, это понятно или не очень? Понятно. Замечательно. Что вот это такое? Это P, K от сферы. Чего-чего-чего? Это сфера будет в размерности N-M плюс 1 или N-M? Ну, тут будет написано P, K от S, N-M. Ну, потому что это один вектор длины 1 в пространстве R, N-M плюс 1. Соответствующая сфера на единичку меньшей размерности. Поэтому это вот такая штука. Поэтому, значит, и это образование, оно равно нулю. Если K меньше, чем N-M, сейчас, и тут еще надо предположить верное, что M что M хотя бы 2. Сейчас, давайте на секундочку предположим, что M больше либо равно 2, если M больше либо равно 2, то это точно верно. А если N равно единичке, то это утверждение, которое… Сейчас, секунду. Ну да, если M равно единичке, то тут написано даже больше. Тут написано меньше, чем то, что написано выше. Нет, тут написано ровно то, что написано выше. То есть, если M больше либо равно 2, то работают… Вот это предположение… А если M равно 1, то V1, N есть S, N минус 1. И P K S, N минус 1 равно 0 по предположению выше. Так, это понятно или непонятно? Задайте вопрос, пожалуйста, те, кто молчит с конца. Так, а остался хоть кто-то живой или у меня уже ничего не работает? Все понятно, все слышно. Замечательно. И это очень важный для нас пример. Давайте мы его чуть-чуть еще более подробно изучим. А именно давайте мы рассмотрим такое пространство B, M, которое есть… Давайте заметим, что если у вас есть K-репер в R, N… Если у вас есть нормальный K-репер в R, N… То вы, вложив R, N в R, N плюс 1… Просто как подпространство, у которого последняя координата равна нулю. Получаете то же самое, только в R, N плюс 1. Тем самым у вас есть… Вы получаете отображение из V, M… Сейчас было M-репер. У вас есть отображение из V, M, N в V, M, N плюс 1. Ну и понятно, на самом деле, что это отображение вложения. Правильно? Правильно, потому что если у вас были два разных репера, то вы получаете два разных репера в объеме. Теперь давайте рассмотрим такое пространство V, M… Которое есть объединение V, M, N по N больше либо равным M плюс 1. Особо важно. Замечательно. Что можно про это пространство сказать? Ну, я утверждаю, что все его гомотопические группы равны нулю. Почему это так? Сейчас, а имеется в виду объединение, которое вот через вот эту вот конструкцию… Да, это значит… Да, то есть мы берем дизюнкное объединение, отождествляем все точки, которые попадают друг к другу при вложении. Совсем по науке это предел, да? Совсем по науке это ко-предел. Ну, хорошо. Значит, да, действительно, это просто такое объединение. То есть это дизюнкное объединение и склеиваете все точки, которые друг к другу приходят. Ну, то есть, действительно, ну, это можно себе мнить, как просто, значит, ортонормальный M-репер в бесконечно мерном пространстве. А мы здесь клеточное разбиение не строили, а правда, что вот у этой штуки там какой-то н-мерный скелет – это одно из пространства штифеля просто. Это… Сейчас, чего-чего-чего-чего еще раз. Ну, мы не строили клеточную структуру пространства штифеля. Здесь правда, что у вот этого вот предела… Этот предел получается так, что мы берем пространство штифеля, доклеиваем к нему какие-то клетки в большей размере, получаем пространство штифеля побольше и так далее. Ну, мне кажется, нет. Это, скорее всего, не верно. Мы не строили клеточное разбиение, да, но тут это не нужно, на самом деле. Но это, конечно, ну, это, скорее всего, не правда. То есть, например, по аналогии с гроссмонианом, для гроссмонианов это не совсем верно. Я умею по аналогии со сферой, что можно к сфере по две клетки доклеивать и так индуктивно получать с бесконечности. Вот здесь ничего такого нету? Мне кажется, что нет. Сейчас, но, каюсь, я это не продумал, про клеточное разбиение, но, на самом деле, это не нужно. Ну, хорошо, значит, доказательства, про которые я подумал, видимо, не работают. Тогда я не знаю, как доказывать, тогда с точки зрения доказательства. Ну, сейчас, ну, а как вообще доказывать, что гомотопические группы, там, объединение кого-то равновляют? Нет, ну, я думал про клеточную аппроксимацию. То, что мы будем пользоваться утверждением выше и будем брать там скелет с каким-то номером и считать им этапическую группу. Он может написать для пары последовательность, ну, точно последовательность. Он написает точно последовательность для пары какой-нибудь подходящий. Сейчас, тут пары пока не пахнет, если честно. Нет, ну, я думаю, имелось в виду, что пару взять, в общем, какой-нибудь, какого-нибудь, какого-нибудь вот стихеля в качестве этого самого Ака, который в паре будет фигурировать. Ну, взяли мы их и что? Ну, там... Ну, дальше не знают, не моя идея. Нет, ну, сейчас, ну, давайте попробуем. Я просто не понимаю, что вы предлагаете, если честно. Какую пару вы хотите рассмотреть? Ну, я подумал, можно взять ВМ и вот штифеля с достаточно большим номером Н. Так, и вы хотите для нее написать точную последовательность к метапическому группу? Да, и может быть, что-нибудь получится. Да, смотрите, вы ничего не знаете про, как бы, гомотопические группы пары, поэтому это вам, к сожалению, не поможет. Ну, то есть у вас будет какой-то кусок, который вам известен, а именно В, гомотопические группы ВМН. Вот. Но в окрестностях ВМН будет стоять два образования, про которые вы ничего не знаете. Ну, давайте я подскажу. А сейчас, как так сказать? Собственно, давайте ответ скажу. Ну, смотрите, что вы знаете про сферу, вообще говоря. Вообще-то сфера, она компактна. Если вы берете коммерную сферу, то это там, это замкнуто ограниченное подможество ОВРН. А, ну и понятно, и образ лежит в конечном объединении. Самкнуто ограниченное подможество, значит, СК компактна. И, значит, значит, образ, то есть вы берете СК, у вас есть непрерывное отображение из СК в ВМ. И так как, значит, из компактности следует, что СК значит, что существует такой номер Н, кое-что Ф от СК лежит в ВМН. Ну, замечательно. Но это еще ничего не доказывает пока что. Да, ну вот мы попали в какой-то конечный ВМН. Чего дальше делать? С гомотопией тоже попадает в ВМН? Ну, это неправда. То, что у вас как бы... Ну, там... Ну, СК на И, ну, гомотопия — это сфера на отрезок. Она тоже компактна, и поэтому тоже живет. Где-то? Сейчас. Ну, не очень понял, что вы хотите сказать. Ну, живет где-то. Вы имеете в виду для другого Н? Да, 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 конечно. Хорошо. То есть существует Н штрих, такое, что Ф от СК на отрезок лежит ВМ Н штрих. И чего? Нет, сейчас я не очень понимаю. Вы как бы... Сейчас, давайте в другую сторону. Откуда вы взяли гомотопию? Нет, но если у нас достаточно большой Н штрих, то мы можем прогомотопировать в точку это отображение. Мы доказывали уже. Да, Значит, то, что вы хотите сказать, видимо, звучит так, что теперь мы рассмотрим просто... То есть мы попали в какой-то конечный ВМН. Ну, давайте мы рассмотрим тогда вот это отображение как отображение не ВМН, а ВМН большое, так, чтобы... То есть у меня есть вот это, вот это живет ВМ Н большое, я Н большое выберу так, чтобы К было меньше, чем Н большое минус М. Ну, то бишь, я просто возьму, например, Н большое в качестве минимума, а сейчас, максимума из К плюс М плюс 1 и Н. И тогда у меня при таком Н у меня отображение Ф из СК в ВМ запятая Н гомотопно постоянно. Ну, а значит, во всем ВМ оно уже не подало. Значит, класс Ф в гомотопических группах ВМ равен да, не исключено, что в реакторных условий сегодня не дойдет. Но давайте, хотя это мы доказали, а теперь важное следствие из-за этого, что да, давайте мы утвердим, что без доказательства, что ВМ можно наделить клеточной структурой. Ну, значит, давайте в паре слов скажу, как вообще такое можно было бы делать. Ну, я бы делал это так, что можно доказать, что на всяком гладком многообразии есть клеточная структура и более того, если у вас есть пара многообразия подмногообразия, то вы можете сооружать клеточную структуру, добавляя клетки, добавляя, то есть, если у вас есть пара многообразия, точнее, подмногообразия многообразия, то вы можете взять клеточную структуру N и дополнить ее в клеточную структуру M. Тем самым у вас на всяком ВМН есть клеточная структура, и все эти клеточные структуры согласованы с вложением. Ваша резютирующая клеточная структура будет просто таким объединением всех таких клеток. Теперь для клеточных пространств есть такая великая ужасная теорема Уайтхеда, которая очень сложно доказывается. Давайте мы это сейчас не будем делать, чтобы не усугублять возможное отсутствие понимания. Но теорема заключается в том, что если у вас есть непрерывное отображение клеточных пространств, то оно гомотопическая эквивалентность. Тогда и только тогда, когда индуцированное отображение дизоморфизма гомотопических групп. X, Y – это просто топологические пространства? Клеточные. В нашем контексте, конечно, они должны быть связаны. На самом деле можно от слова «связанных» отказаться, просто надо будет еще рассматривать P0, которая есть группа связанных компонент, и если на ней изоморфизм, то еще надо тогда просить, чтобы для любого выбора отмеченной точки в X – это было верно. И тогда отмеченные точки в каждом из связанных компонент будет задавать свой изоморфизм. По сути, вы так сведете задачу в случае связанных клеточных пространств. Но есть такое важное утверждение. В частности, что оно значит? Оно влечет, что если у вас… Что из него следует… Из нее следует, что если у вас X – клеточное пространство… И его гомотопические группы тривиальны, то что можно сказать про X? Эквивалент на точке получается? Получается так. Если… То, X – гомотопические эквивалент на точке. Ну, почему это так? Это просто потому, что вы можете отобразить точку в X, и это будет изоморфизм на гомотопических группах. И отсюда по теории Ванкид – это гомотопическая эквивалентность, ну и все. И, в частности, это влечет, что… ВМ стягивает. Оно не обязательно существует такое F для пары клеточных пространств, в которых изоморфные гомотопические губки. Да, тут важно, что это должно быть инвестиционное отображение. Ну, пример тоже весьма популярный, что если вы посмотрите на пространство S2 и пространство S3 на CP-бесконечность, где CP-бесконечность – это, как и в случае с многообразием штифеля, это просто объединение CPN. То есть у вас CPN является подножством CPN-1, и вы можете взять дизюнкное объединение, склеив точки, которые попадают друг в друга при вложениях. Вот эти два пространства не гомотопически эквивалентны, но их гомотопические группы… Так, надо ли что-то тут пояснять? Давайте, может быть, обсудим, почему они не гомотопические эквиваленты. Учитывая, что гомотопические группы мы использовать не можем, наверное, и гомологи. Но гомотопические группы у них изоморфны все-таки. Поэтому тут… Но вот именно поэтому они не дадут доказательства, что они не гомотопические эквиваленты. Ну, да. Ну, например, можно заметить такое, что у вас у пространства S3 на CP-бесконечность у него есть неналевые третьи гомологи. У него есть неналевые третьи гомологи. А это, кстати, без кинета видно? Это видно просто так, потому что можно заметить такое, что… Давайте сформулируем это как утверждение. Это можно взять в клеточную структуру произведения? Можно это делать, ничего не говоря про клеточную пространство. Давайте… Это простое утверждение, потому что у вас есть отображение из S3 в S3 на CP-бесконечность, которая берет точку X, переводит ее в точку X, 1 и все нули. А также у вас есть проекция на первый сомножитель. Поэтому, если вы к этой диаграммке примените третьи гомологии, то вы получите отображение из H3 от S3 в H3 от S3 на CP-бесконечность. И в H3 на S3, которое сквозное… А, да, я не сказал, что вот эта композиция, есть тождественное отображение на S3. Вот это отображение, есть тождественное отображение из себя. Но поэтому это значит, что в третьих гомологиях сидит Z. То есть мы показали, что H3 S3 на CP-бесконечность изоморфмоза… Прошу прощения… Содержит Z. На самом деле оно изоморфмоза по понятным причинам. Но это… Вам нужно что-то доказывать, ничего доказывать не нужно. Тем самым H3 от вот этого пространства образования не ноль, а у S2 – ноль. Там, например, по размерностным соображениям или из соображений клеточных. Ну, в общем, так или иначе… Понятно ли это? Да, понятно. Ну, давайте я такое сделаю подмечалово, ни к чему вас не обязывающее, но мне кажется очень забавное, что вот хоть тут и нет гомотопической эквивалентности, но… Да, это подмечалово для тех, кто его поймет, поэтому если вам будет непонятен сейчас набор слов, который будет произнесен, пожалуйста, не пугайтесь. Вот такое замечание, что если вы возьмете пространство петель, что бы это ни значило, то они уже будут гомотопические эквивалентности. smм у у с Продолжение следует... Такой забавный факт. Хорошо, значит, это все, что я хотел рассказать про гомотопические группы. Так, секунду. Да, есть ли какие-то вопросы? Тут в чате спросили, является ли это общим фактом, или это конкретно для этих двух пространств? Нет, это конкретно для этих двух пространств. Да, спасибо, что вы меня оповестили о вопросах в чате. Да, это конкретно для этих двух пространств. В общем случае, это не верно. Сейчас, правда, я... Но, к сожалению, я сейчас не готов привести пример. А можно мне пояснить? Я просто не понял. Общий факт – это что? Ну, что здесь... Если у вас есть изоморфи... Ну, видимо, вопрос был такой, что если... Верно лишь, что если у вас два пространства обладают изоморфиными гомотопическими группами, то после петель они станут гомотопически эквивалентными. Да, и вы говорите, что это неверно. Я говорю, что это неверно, да. Но, да, то есть это точно неверно. И... Но у меня, к сожалению, нет под рукой пример, какого я когда-то его знал, но уже благополучно забыл. Вот. Но когда-то где-то я читал что-то, что тоже, видимо, неверно, что это верно для... Что это верно после какого-то набора петель. Но это тоже кажется неверным. Так, хорошо. Сейчас. Тут еще что-то в чате. Это именно как Семен сказал. Да, это именно так, как я сказал. Хорошо. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Так. Тогда есть у меня подозрение, что... Сейчас. 20. 20-20. Я думаю, что, наверное, на сегодня оправдан не закончить, потому что все слушатели уже, скорее всего, истощены прослушиванием того, что происходит. И сейчас достаточно логичная точка. В общем, да. То, что грядет, собственно, определение векторных отслоений, всякие примеры и прочее. Но давайте... Давайте мы, наверное, отложим это до следующего раза. Вот. А сегодня, я думаю, это все. Да, спасибо всем, кто выдержал этот почти трехчасовой набор. Да, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. А можно спросить? Да, да, можно спросить. Смотрите, вот, мы вообще, как бы в этом курсе... Ну, я как бы пропустил, да? Мы в этом курсе будем заниматься все-таки больше гладкими структурами. Или как? Сейчас.